Проходили лестницы йоги. Зачем вообще эту лестницу проходит-то? Зачем мы ее изучаем? Кому? К чему это вообще? К чему? Просто так, чтобы была лестница йоги. А что, лестница йоги у нас есть. Как вы думаете, какой-то есть практически смысл в этой лестнице йоги? Можно рассматривать это как лестницу йоги, постепенный путь. Но те же самые вещи происходят и с Вайчнавами. И Шила Прабхупады комментируют все эти стихи как путь бхакти. Не как постепенный путь, а как путь бхакти. И поэтому мы так и рассматриваем. Но хорошо увидеть эту эволюцию. Значит, лестница йоги у нас вот такая. Значит, первая у нас самая земля-земля – это викарма, уровень. Викарма – это человек, который делает все, что ему хочется. Все, что хочется, и он ни на кого не обращает внимания. Вот в карме у нас есть люди, которые благородные. И они готовы платить за те блага, которые они получают. Они совершают йоги. Честные люди. Я их так называю – честные люди. Правильно? Вот они наслаждаются. Не хватает, думаете, да? Потом кто у нас дальше идет у нас? Карма йоги, да, наверное, да? Помним, чем разница между кармой и карма йогами, да? Чем они отличаются? Тут есть, ну, бхакти, ну, то есть они отказываются. Эти ради чего действуют варнашами? Чтобы хорошо было. А эти ради чего? Ради очищения. Там даже с Богом, ну, с Богом там есть Бог, нет. Вот ради очищения они это делают. А зачем они хотят очиститься, интересно? Не хочется страдать. Просто вот так вот досталось вот эти вот страдания, что вот можно не страдать. А чтобы не страдать, что надо сделать? Чтобы не страдать-то, как вы думаете, всех убрать, да? Сделать все, как я хочу, да? Следовать священным… Вот эти ребята тоже следуют священным писанием и страдают тоже. А зачем ему отдавать плоды Богу? Чтобы кармы меньше было. То есть причина наших страданий – это наше желание, правильно? Вы-то думали кто, Пушкин, что ли, причина страданий? Нет. Наши желания. Если бы ничего не хотели, то и страдать-то не нужно было бы от того, что не получили, или получили, но оно не то. Представляете, как было бы классно, да? Сейчас же вот хочу то, чтобы тепло было, да? А раз тепла нет, я страдаю. И вроде тепло есть, но не то. Тоже страдаю. Так что, в чем в том виноват? Ну, жара виновата или что виновата? Мое желание виновата, что я страдаю. Поэтому вот до кого доходят, они начинают кармойогой заниматься, да? Классическая такой кармойогой. Говорят, можно избавиться от желаний, от желаний избавиться. Ну, сразу-то не могут нырнуть в отречение, поэтому занимаются тем, чем занимались раньше, но чтобы очистить сердце от желаний. И когда они от этого сердца очищают, уже можно не бегать, они начинают заниматься… Что у нас там есть следующее? Гьяна-йога. А что гьяна-йоги-то делают у нас? Как они отрекаются? Вот сидят и говорят, надо, не отрекаюсь. Вы как вообще представляете гьяна-йогов? Это вот люди в очках, да, такие, которые много читают? Или кто у вас? Какие у вас ассоциации? Или те, кто… Шастры цитируют, значит, вот этот гьяни, да? Те, кто не цитируют, это кто? Это бакты, да. А те, кто цитируют, это в гьяни. Так же, да? Такие же мысли. Кто такие гьяни классические? Как вы их представляете? Изучают веды, да? В кабинете сидят, в кресле кожаном такие, изучают. Так вы их вылезли. Пучок вот здесь вот должен быть, да? Еще какие версии, как они выглядят? Йоги. Йоги дальше? Дальше потом. Да, а эти-то что? Это те, кто философские, прям сильно… Ну, где они? Где они живут-то? Не видели, да. Они в отречении живут, саньяси. Это саньяси. Саньяси в отречении. Живут там, под деревьями, ходят там, везде. Нет, конечно. Они не живут в никаких квартирах, они живут в лесу. Даже сейчас их нет. Представляете? Вот это классические. Они уходят в лес. Это отречение, саньяси. Карма саньяси. Они в лесу живут. А они не живут в городах. Представляете? Арджуна хотел, да, в лес пойти. Вот это саньяси. Это саньяси. Так? И че эти саньяси там делают? Изучают шанси. А где они? Книжки-то у них есть или нет? А зачем им книжки? Они же, когда брамачари были, они выучили все наизусть. Они как-то там все… Они мозгами как бы пытаются понять, ходят и не ходят. Вот это да, вообще. Это же кто такой, ходят и не ходят. Далеко, близко. И внутри, и вне. Вот этим они занимаются. Одни. Одни. Представляете? Они уже прошли. Они браманы были, да? Они же саньяси. Саньяси. Вот в лесу саньяси. Один вообще сидит. И ходит, и сидит, и все. Хотите гьяне стать? Печальнее какие-то образы. Почему они… Я не могу нам сказать. А вам что, не рассказывали, что ли? Нет. А знаете, почему они это делают? Зачем они это делают? А досталось. Ну вот этих тоже достало, да? Этих тоже… Они как бы… Это вот это самое продолжение. Они как бы рядом. Это ребята из одной секции. Хотят душой себя осознать. Душой. То есть все теперь. Осознать брамана. Но они же также и наслаждаются от этого знака. Получается… Конечно же. Конечно же, да. Потом, когда достигнут. Когда там, они не наслаждаются. Там чисто в лесу что там наслаждаться-то. Брамана нет, мороженого нет, чем наслаждаться. Аскеза просто галеная. Просто четкое понимание, что мне туда вот опять в мае вообще не хочется. Вообще не хочется. Поэтому не только вперед. Ну, туда далеко. Да? Помните? Пятая глава. Отличие гьяни от бакт. Что там трудно, да? Потому что вкуса нет. Высшего вкуса-то нет никакого. Он потом, когда браман осознает, там какой-то вкус брамананды будет. А тут-то сначала просто галеная аскеза. Но ради этого-то стоит постараться. Люди вон даже в университет идут, чтобы потом диплом получить. Там пострадают, потом диплом. То есть мы тоже так делаем. Разве мы так не делаем? Нет насхождения, но мы ради чего-то высшего это делаем. Гьяни, вот такие вот люди. Потом… Да, это медитация у нас, да? Медитация. Медитация. И эти медитации, они уже… Вот эти… Он уже понимает себя душой вечной. Он уже вечная душа. И он начинает видеть Бога в своем сердце. Потому что пока неспокойный ум, говорит нам шестая глава, никто не может видеть Бога. Поэтому на высших ступенях йога-рутха, да? Помните? Йога-ру-рукши, йога-рутха. Йога-рутха – высший этап. Он уже видит Параматву и на нее может медитировать. Вот. И потом он медитирует, медитирует. И потом, может быть, у него будет бхакти. Ну, то есть по милости только. И здесь у него добавляется то, что он еще любит. Да? Он действует активно, что-то для Кришны делает. И он может испытывать бхакти-расу. Вот такая лестница йоги. Вот здесь у нас будет про лифт. Вы же вам рассказывали сознание Кришны? Лифт, да? Или не рассказывали? Вот рисовали такой лифт, да? Нет. Смотрите, лифт. Что означает лифт? Лифт означает, что он проходит через те же самые этажи. Правильно? Или нет? Или он как бы так раз и сразу наверх? Проходит, да, представляете. Проходит. То есть он с самого начала Хари Кришна повторяет. Сказали, Кришна Бог. Говорит, конечно, Бог. Нет вопросов. Кришна Бог. Но он с Хари Кришна, с Кришна Бог проходит через те же самые этапы. Теперь смотрим. Викарма. То есть, вы вспомните, вы были в Викарме, да? Или только я был в Викарме? Там выпивали, там хулиганили, да? Все вот такое вот было. И вот встретились с предными, встретились. Вот прям вот сразу все там принципы, да? Вот все как бы было у вас нормально, да? Нет? Ну не у всех же так сразу все получилось. И вот представляем, он Хари Кришна повторяет, но при этом принципам не следует. Я это называю, знаете, как нарко-мишра-бхакти. Новый термин такой санскритский. Классно? Нравится вам? Можете себе записать. Я видел этого человека, который многие вашими, ну не многие, я знаю, троих вашими у нас оказались. Было для того, что им проповедовал один там человек в Крыму. Он там живет такой вот с дредами, поет там вот наркоман полный. Вот. При этом он поет Хари Кришна и многих вдохновляет прийти в Хари Кришну. Нарко-мишра-бхакти. Нарко-мишра-бхакти. Он преданный? Да. Он преданный или нет? Да. Он преданный. Подождите, он преданный. Хари Кришна ему нравится повторять. Следует он правилам предписания? Ну главному следует повторять Хари Кришна мантру, но все остальное он не следует. Это векармия. То есть векармия может стать преданным? Да. Ну вот пожалуйста. Правильно? Теперь он начинает повторять Хари Кришна. Пытается следовать за вайшнавами. И он может стать карми. То есть материалистичным преданным, который повторяет Хари Кришна для того, чтобы… Для чего повторяет Хари Кришна? Для того, чтобы… Чтобы больше вкуснее было. Чтобы зубы не болели. Чтобы все наладилось. Кто повторял Хари Кришна, чтобы все наладилось? Вот. Вот. Это что такое? Это чистая бхакти что ли? Нет. Это чтобы все наладилось. Это хорошие люди, нет? Хорошие люди, потому что они к Кришне обращаются с материальными желаниями. Обращаются к Кришне, чтобы все наладилось. А кому еще обращаться-то? Мы же преданные. Правильно? Чистые преданные, нет? Нет. Почему не чистые? Ну, потому что они хотят что-то за свое служение. Они что-то хотят за свое служение. Карма йоги в сознании Кришны – это как будет выглядеть? Инициацию получил. Получил инициацию, он уже «Аня Бегашташуньям, Яна Кармадья Навритам, Ану Кулиена Кришна Ану Шиланам». Бхакти Руттамам. Он уже знает этот стих, он уже искренне старается, борется с Анардхами, все у него хорошо. Наша цель – Кришна прямо в бхакти. Все знает человек. Вот. Но, понимаете, он же не может просто Хари Кришны повторять. Что еще хочется? Работать надо. Работать надо. Семья, комфорт, обогреватель – вот это все важно. Похудеть, да, потому что я же не тело. Все вот надо, вот это. Но цель какая? Кришна прямо в бхакти. В основном, конечно, очистить сердце от Анардх. То есть далекая цель та, но очистить сердце от Анардх. Поэтому он свою работу, он прямой анги выполняет. Выполняет. Посвящение получил, все у него нормально. Но вот эта вот потребность каких-то вот, как это у нас говорят, занять свою природу. Мать нашу. Природу. Занять ее надо. Это вот карма йога в сознании Кришны. Смотрите, этот Харе Кришна повторял? Этот? Все повторяют Харе Кришне. Здесь мотивы странные. Здесь, ну как бы, ну ладно. Вот. Здесь уже чисто преданский. Вот этот уже чистый преданный. Вот этот карма йога, он уже чистый преданный. Просто ему природу надо занимать. Потом он, значит, практикует вот эту чистую преданность, природу занимает. И потом раз, его начинает интересовать, интересовать Кришна начинает интересовать. Вот в какой-то момент прям будет интересно. Кришна будет интересен. Вот что там у него, как он у него, какие у него на стопах знаки, что они означают. Вот лилы. Вот это вот подробности, да, что он там вера трупа, и что вот там он управляет всем. Ну восхищение будет появляться. Вот подтверждается, видите. Вот это значит, что человеку, и в этот момент, когда ему прям захочется, прям серьезно, серьезно Кришну познать. Знаете, что ему скажут старшие преданные, что надо делать? Иди на Бхатишна. Вот тринат описывание Ченашлока. Оказывается, то, что я его не вижу, это не он виноват. Это не то, что вот он, знаете, вот, ну как-то вот капризный какой-то там или еще. Не хочет он, вредный, не показывается. А это у меня проблема. Это я не умею нормально общаться. И вот этот человек начинает понимать, что я его не возьму там как-то своим Харе Кришне, только я надеюсь на милость. На милость, то есть когда он захочет, тогда он проявится. И теперь мне надо просто стать смиренным человеком. Вот тут смирение для него, потому что других вариантов нет. Сколько Харе Кришне не повторяю, он не придет. Ну не придет и все. Не хочет он, живой он человек. Не то, что вот мы повторяем Харе Кришну, он обязан прийти. Нет такого. Нет такого. Захочет придет, захочет нет. А как сделать так, чтобы он захотел? Вот тут он как раз понимает, что кармой, гьяной, чувствами не понять, чувствами вернее не увидеть, мозгом его не понять, усилиями своими не заставить. Только я могу его простить о милости. Вот до него вот это вот доходит. И тогда он начинает строго следовать тому, что духовный учитель его учит. Видеть мир так, как учит его духовный учитель, уже не формально, а как-то, знаете, уже по правде. Представляете, как вот все же это нас ждет. Вот меня лично это вдохновляет перспективы. Потому что вот кажется, что вот то, что сейчас у меня есть, в принципе, больше в Харе Кришне ничего и не будет. Вот так вот всю жизнь, вот как вот сейчас, вот так и всегда. И все такие. Представляете, какой глупый ум. Вот если ему кажется, что ну вот что-то я уже тут все попробовал, тхоти шелковое купил, вот это вот я чизкейк вот этот вот съел, по всем святым тхамам поездил. Ну что-то вот, а есть что-то еще. А вот они, так они тоже притворяются. Они тоже, ну вот этот неофит, он просто еще не все купил. Понятно, у него столько энтузиазма, он еще не, ну как бы не все должности занял, не все там это сделал. Поэтому у него неофитский энтузиазм. Ну мы же опытные люди. Так ему говорим, ну все нормально, это уцахан майя просто. А у меня не уцахан майя, и у меня просто майя. Просто я уперся в стенку и думаю, что все так же, как и я, уперли в стенку. И кто-то честный говорит, ну да, никакого счастья-то нет, все это как бы, ну непонятно, есть он там или нет. А есть те, кто, ну проповедники, им по работе надо, им за это деньги платят, чтобы они там всех вдохновляли. Вот поэтому они такие энтузиастичные. А так на самом деле-то ничего нет. Понимаете? Ум так говорит, но это неправда. Есть люди, которые выше находятся, и мы тоже можем пробить эту стенку. Ведь это не стенка, видите, когда человек идет по этой ступеньке, видите, здесь вот такая вот вещь, да, ему кажется, что это стенка. А это же не стенка, а что это такое? Это надо вверх просто подняться, и там еще дальше продолжение будет. И вот эта лестница йоги, она для вдохновения, чтобы мы могли понять, что там есть дальше. Это не стенка, там дальше есть новый уровень просто, новый уровень. Есть люди, которые на этом уровне другом находятся, и они не притворяются, по правде есть. Ну, как минимум, у нас есть ачария, который точно, который точно, ну, вот здесь находился. Вот, ну и медитация, знаете, какой будет в Харе Кришне медитация? Как будет выглядеть в Искон медитация? Это рогану-гасадана-бхакти. Внешне-то что они делают, рогану-гасадана-бхакти? Они Харе Кришне повторяют, проповедуют, они делают то же самое, что эти, точно то же самое. Но чем же они отличаются? То, что у них в уме медитация есть. Они следуют там за нашими ачариями в уме, в этой вот медитации, а внешне-то то же самое делают. И вот на этом уровне, когда достигают уже бхакти, то, что там написано бхакти, подконечная станция, там уже, ну, бхава-бхакти. Бхава-бхакти, это значит, что есть Кришна, ну, мы будем это в нектаре наставления больше проходить. Кришна